Обвинительное заключение было вынесено на заседание Федерального суда Манхэттина в Нью-Йорке в четверг. Всего по делу проходят 18 бывших игроков НБА, из них 16 человек находятся под стражей. Среди обвиняемых были чемпионы НБА Энтони Ален и Глен Дэвис, в составе Бастон Селтикс, 2008 год, Шенон Браун, Лос-Анджелес Лейкерс, 2009-2010, Эмил Винелли, Сан-Антонио Спирс, 2007, а также бывшие игроки клубов лиги Дариус Майлз, Милд Паласи, Джамари Амун, Антуан Райт, Себастьян Тилфейр и Аллан Андерсон. По данным прокуратуры, бывшие игроки НБА участвовали в широко распространенной схеме мошенничества, подавая ложные требования о возмещении медицинских и стоматологических расходов, которые на самом деле никогда не были понесены. Такая схема применялась как минимум с 2017 по 2020 год, когда по поводу ложных претензий было выплачено около 3,9 миллиона долларов, из них обвиняемые незаконным путем получили 2,5 миллиона. Продолжение следует...